Казаки 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 Лука Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Горовая Ярослава, многократный победитель областных всероссийских международных конкурсов-чистецов. Стихотворение о казаках. Поаплодируем. Что он такой, загадочный казак, которого ссылали и фалили? Но вытравить не удалось никак, и дух его сломить смогли едва ли. Казак всегда готов на смертный бой, за правду матку и за Русь святую. И жертвовать бою, готов с собой, семью свою от вора коротуя. Казак к земле относится с душой, и верой православной очищаясь, он станет неприступной межой, от нечисти край ее защищая. Казак присягу только раз дает, и слово своему не изменяет, врага умело и с отвагой бьет. И честь свою казачью не роняет казак седло, на гайку и коня, да шашку острую с женой и детьми в придачу, чтоб не сулили бы ему, не променял. Он с верой в сердце, во сто крат богаче. Да, цепляться в сердцах казачьих дух, что не сломить, не вытравить бедою. Казак поник? Не верьте в этот слух, он вечно молод, даже с сединою. Аплодисменты, друзья! Встречаем группу о землячке из города Шуи, я знаю, вы их полюбили, поэтому аплодируем, подпеваем! ПЕСНЯ 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 Жила с тобою дружкой, Невая шашла, И в небо прошла мечтой. Жила с тобою дружкой, Отмечай глазам золотой, И независимо пройд. Жила листочка, Зайлучай глазами твoltей, Так и звук наградим. Жила листочка, Невала мальчатва, ПЕСНЯ 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 Семьячка из города Шуя! Аплодисменты, друзья! Ну что ж, какой главный атрибут у казаков, кто знает? Конечно, шашка, еще! То, что мне не будет жалко подарить, шашку голову немножко... Нагайка, нагайку мне тоже немножко жалко. Еще! Кубанка, все правильно, правильный ответ Кубанка. Вот она у меня в руках, я готова с ней сегодня расстаться. Аплодируем, да, встретим новость аплодисментами. Ее выиграть самый активный для начала, такой первый тур. Нет, просто нужно правильно ответить на мой вопрос, быть первым, быть дисциплинированным, поднять руку и дать свой правильный ответ. Вопросы будут простые, поэтому делайте это быстрее, иначе кто-то успеет сделать это за вас. Итак, известная поговорочка такая есть у нас про казаков. Терпи, казак! Молодец, улечка, выходите сюда, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут? Понятно. Анна, вы сейчас уже ближе к победе, как у вас ощущения? Ой, классно! Супер! Просто от счастья. Будем, будем... Давайте от счастья. Будем искать вам конкурентов, да? Будем искать конкурентов. Итак, что неразрывно связано с образом казака? Поговорка, казачья доля, конь и... Воля! Воля, вот это были вы, выходите к нам. Скажите, давайте с вами познакомимся, как вас зовут? Надежда. Надежда. Меня по-прежнему яла, и вот пока познакомитесь с приятной очаровательной дамой, ну, а мы еще такой вопросик. Как называются казаки, которые находятся на государственной службе? Быстренько. Привет. Смотрите, атаман знает. Хорошо, посложнее вопрос. Вот, кстати, казаки тоже могут участвовать, если им нужна еще одна купанка. Итак, какой головной убор не надевают казаки? Фуражка, тюрбан, кубанка или папаха? Быстренько. Папаха! Вот я видела одну дисциплинированную ручку, вот она. Итак, еще варианты. Папаха, давайте поаплодируем. Поаплодируем, это неправильный ответ. Итак, еще варианты. Да! Тюрбан! Иди ко мне сюда. Тебе нужна еще одна купанка? Да. Ну, да, иди сюда вставай. Итак, аплодисменты, аплодисменты. Итак, ну, я думаю, нам достаточно для того, чтобы сейчас разыграть. Есть замечательная игра. Я попрошу вас встать в круг. Я попрошу вас встать в круг, а значит, я в центре. Вот так, да, отлично. Смотрите, в руку даю купанку, она все ближе и ближе к вам. Держи, это тебе. Мы ее передаем по кругу. Как только остановится музыка, нужно будет сделать то, что я скажу. Все просто. Положите сумочку, ее никто не заберет, но лучше вот туда. Итак, отлично. Итак, по кругу просто передаем быстрок купанку, не задерживая ее в руках. Поехали. Итак, музыка остановилась. Анна, вот приятная новость, она оказалась у вас. Сейчас нужно превзойти всех. Смотрите, вы еще и не выиграли, но она вам очень к лицу. Смотрите, вам нужно сейчас превзойти всех. Конечно, вы не знаете, что сделают ваши коллеги, но все равно. Смотрите, так как казак, в принципе, без песни говорят, нет, казак. И сегодня здесь мы слышали гармонь. Ваша задача изобразить вот очаровательную землячку из города Шуя. Просто сыграть на гармонии, но представляя ее в руках. Не надо брать ее на нее, потому что инструмент дорогой. Просто играйте так, чтобы все здесь поверили, как будто бы гармонь у вас в руках. Поехали. Друзья, аплодируем. Подготовленная, подготовленная пришла к Роману. Дайте овации. Ну, не жадничайте вы, подручь, поаплодируйте. Аплодисменты. Аплодисменты вам. Спасибо. Мне сказали, казачанок тоже умеет играть на гармоне. А где он? Покажите. Я думала, вы выйдете. А я думала, товарищ Москвин. Сколько же секунд для всех, чтобы порадовать. Что угодно, быстренько. Да. Что-нибудь быстренько сыграйте нам, пожалуйста. Друзья, давайте поаплодируем. Ремешок здесь по траму настроен. Поэтому немножко тесновато будет казаку. Итак. Давайте из вас. Кто угадал мелодию? Просто быстренько. Отлично. Поплодируем. Спасибо. Мы продолжаем игру в Кубаночку. Мы продолжаем игру между вами двумя. Пожалуйста. Также передаем, как музыка остановится. У кого-то из вас должна оказаться Кубанка в руке. И значит будет ваш выход. Анна уже, она свободна. Она зажгла зал. И ей, в принципе, не страшно. Итак, поехали. Пожалуйста. Итак, как остановится музыка у кого-то из этих двух очаровательных людей, а каждая Кубаночка в руке. Здравствуйте. Еще раз. Вот смотрите, ну зачем мальчику? Он настоящий казак, он наступает дамам. Вот смотрите. Я вам задам вопрос. Знаете ли вы, что такое джигитовка? Джигитовка? Это... Это не нагайка. Это не фаланкировка. Это джигитовка. Тот момент, когда казак просто может скакать верхом на коне, как угодно, хоть на голове, хоть прям стоя, что угодно вытворять. Ваша задача изобразить, будто бы вы показываете нам джигитовку. Мы вас поддержим аплодисментами. Коня нужно представить и просто сделать это красиво. Друзья, все ради Кубанки, друзья. Поддержим. Иди ко мне в игру. Вот так вот. Отлично. Вы все наблюдаете в правой руке. В правой руке замечательную шашку, либо лагайку. А главное, задор в глазах, друзья. Та самая воля бойца. Смотри, твоя задача, готов ли ты сейчас тоже что-то такое, этакое здесь зажечь. Задача показать что-то из элементов казачьего пляса. Давай. Мы тебя поддержим. Браты, давайте поаплодируем. Поехали. Любое. Просто любые элементы. Все, что хочешь. Хоть с ногайкой, хоть без. Главное, сделай это красиво. Поддержим. Давай, включай музыку. Ирочка, пожалуйста. Поддержим, казака. Отлично. Я попрошу вас ставить в воздух. И после этого остановится он, и я смогу спокойно подойти к нему. Молодец. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас действительно очень серьезный такой суд будет. Просто ваша задача путем аплодисментов. Не подыгрывайте всем сразу. У нас все равно с кубанкой должен уйти только один человек. Проаплодировать громче. Только вы решите, кто идет с кубанкой, но погромче поаплодируйте. Хорошо? Тому, кто действительно вам понравился. Можно кричать, можно топать ногами, можно хлопать. Главное, чтобы мы поняли, что это именно так. Итак, друзья, аплодисменты. Сделаем шаг вперед, чтобы все вспомнили то, как вы играли на гармонии, то, как вы нам подарили замечательную музыку. То, как мы не ожидали, но вы это сделали. Итак, громкие аплодисменты сюда. Тишина. Стоп. Сейчас тишина. Все осознанно, да, делали аплодисменты, а не просто потому, что хлопал кто-то рядом, а ваш локоть случайно делал аплодисменты. Давайте нашему казачонку аплодисменты, друзья. Тишина. 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 Обратно. И Надежда. Тот человек, который сегодня проскакал на коне с нагайкой. Человек, который просто с шашкой. Итак, аплодисменты. Вот смотрите, самые громкие аплодисменты были для тебя. Самые продолжительные были для тети Ани. Все-таки, если я тебе дам, а ты вручишь торжественную кубанку Ане. Сделаем это красиво. Поддержим аплодисменты, друзья. Итак, дорогие друзья, давайте встретим, может, чуть подальше. Сейчас будет здесь очень так горячо, поэтому чуть-чуть подальше, чтобы никто не был травмирован. Встретим казачий кадетский класс. На горе стоянка за О, 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 валиклся За свободу, за дорог Низко клонилыся Не бойся ты, ой, 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 ой. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Олься ты, олься, ты меня не боишься. Я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще спросил-то сам, правды для народа. Будет правда на земле, будет свобода. Олься ты, олься, ты меня не боишься. Давай цветы, вера, но могу аж новый. Ты не успокойся, ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не успокойся. Если меня запросил, чтобы в ночи убили, заранее на машине, а в шульте картина, чтобы в школе удалить и остыли деньги, Ты не успокойся, ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Если меня запросил, чтобы в ночи убили, заранее на машине, а в шульте картина, чтобы в крови не нет, Если меня запросил, чтобы в ночи убили, заранее на машине, а в шульте картина, чтобы в ночи убили, заранее на машине, а в шульте картина, Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не успокойся. Встречаем землячки из города Шве. Песня поиска Иumber сauлин Встречаем землячки из города Шве ПЕСНЯ 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 Атаман Ивановского областного казачества, ЕСАУ, Валерий Винальевич Шепелев, всех приглашает на чаепитие. Генеральный телер, директор кондитерской компании «Продвлаго». Всем хорошего настроения, не забудьте в 15.00, мы ждем вас в концертном зале. Ветвика имеет боевую славу, и все, что есть у казака, принадлежит ему по праву. На гайка, шашка, верный конь, в кармане ломать черный хлеба. Казак и в воду, и в огонь, ему земля, ему и небо. ПЕСНЯ 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 Аплодисменты 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 Добрый вечер, уважаемые гости! Здорово, Дневали, браты казаки и сестры казачки! Мы рады вас приветствовать сегодня на первом Ивановском областном фестивале казачьей культуры Станица Вознесенская! И фестиваль открыл народный ансамбль добреца Ивановского областного колледжа культуры руководитель Марина Ковалева! Аплодисменты Ну что, начинаем? Знамена Центрального казачьего войска и Ивановского областного отделения общероссийского общественного движения «Россия православная» внести! Аплодисменты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстан 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 В степях Северного Причерноморья И по берегам крупных рек проживали предки современных казаков скифы и сарматы, воины с храбрым сердцем и добрым нравом. Вольная жизнь и уважение к традициям заговорили их характер. В те годы в казачество вступали представители разных народов. Болгары, греки, народы Кавказа, русские и украинские беглые крестьяне, сербы, турки. Казаки с честью и мужеством несли свое знамя через века. Мы рады приветствовать казаков Ивановской области в стенах Ивановского областного центра культуры и творчества. Сегодня этот праздник в первую очередь для вас. И для приветственного слова на сцену приглашаются заместитель председателя правительства Ивановской области, директор департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Леонидович Нестеров и атаман Ивановского областного казачьего общества Есаул Валерий Винальевич Шепелев. Добрый день, дорогие друзья. Я рад сегодня видеть вас в этом зале. Сегодня действительно такое, достаточно, на мой взгляд, интересное, новое такое событие, фестиваль казачьей культуры. Вы знаете, наверное, самое главное, что на подобных мероприятиях мы все-таки сможем поподробнее и более четко узнать о том, что же такое казачья культура, что в ней такого есть, чем живут казаки, традиции казачьего. Хотя, честно говоря, то есть вот и в моем тоже мнении очень многого общего со славянской культурой, с русской культурой, то есть потому что, собственно говоря, и казаки, это тоже славяне, да, если мы будем говорить, идентичность в целом. Но, тем не менее, это все одни корни, это наша история, это действительно очень здорово, что мы можем с вами увидеть вот именно вот этот культурный пласт нашей истории, наших традиций. Это очень замечательно и очень хорошо. Я желаю вам сегодня увидеть и узнать достаточно много интересного. Я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю вам успехов, всегда прекрасного настроения и чтобы у вас все получилось. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемые жители города Иваново, гости нашего города. Ну, с первых слов хочу сказать, что только казачество. Казачество – это не партия. Казачество – это стиль жизни. И вот на этом основывается и культура казачества. В первую очередь, культура казачества держится на двух столпах. Это патриотизм, любовь к родине и православная вера. Вот это две части, на которых держится эта культура. Скажу так, что культура казачества очень много имеет общего с Россией и, наверное, с русским народом, и также, наверное, очень много общего с народами Кавказа. Ну, это видно и по форме, это видно и по тем песням, которые мы знаем, по казачьим песням. В последние десятилетия мы видим, что в нашей стране очень сильно развивается казачья культура. И это видно во всех регионах нашей родины, особенно на Дону, особенно на Кубани, в Краснодарском крае, но и у нас. И, пользуясь моментом, я хочу большое спасибо сказать правительству Ивановской области, департаменту внутренней политики Евгению Леонидовичу Местеру за ту поддержку, которую правительство области нам оказывает восстановление нас, как казаков, именно в нашем регионе. Спасибо большое. Сегодня на территории России действует 11 казачьих обществ. Всевеликое войско Кацкое, Центральное казачье войско, Волжское, Венесейское, Забайгальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Центрское и Уссурийское войсковые казачьи общества. В их состав входят также представители Башкир, Гурят, Калмыков, Татар, Якутов. В Ивановской области мало архивных справок о казачестве, но это не значит, что казаков у нас не было. Сотник Иван Головица служил в войске Ермака и покорял с ним Сибирь, а уйдя от монашества, стал основателем и первым игуменом Свято-Золотниковской пустыни в Тейковском районе. Жители Килишмы знают, что именно возле их города Стенька Разин кинул за борт персидскую княжну. Юрьевец гордится тем, что сам Ермак Тимофеевич является их земляком. Историю знают казаков как храмрых сынов Отечества. Несмотря на то, что казачество зародилось в основном на берегах Дона, ныне представители вольного народа проживают на территории всего земного шара. Люди всего мира уважают традиции и обычаи казачества. А сейчас внимание на экран. Видеоприветствие председателя Казачьей партии Российской Федерации Николая Николаевича Константинова. Дорогие друзья, приветствую создание областного центра казачьей культуры от имени Казачьей партии Российской Федерации. Создание центра очень важное мероприятие общественной, культурной и духовной жизни Илановской области как региона, хранящего мощный пласт ценностей и традиций казачества. Обращение к истокам казачьей культуры – один из важнейших этапов воспитания подрастающего поколения на основе духовно-нравственных ориентиров. Отрадно, что в реализации этого проекта принимали участие большое количество неравнодушных деятельных людей, в том числе наши коллеги по партии. Уверен, что плодотворная работа центра будет способствовать сохранению и преимножению национального и культурного состояния в дальнейшем развитии российского казачества. Желаю организаторам сегодняшней праздничной встречи успешной работы, а гостям и зрителям ярких незабываемых впечатлений. Всего вам самого доброго! А на сцене лауреат всероссийских конкурсов, народный ансамбль «Горлица», город Кинишма, руководитель Лариса Горнова. 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 Аплодисменты 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 организации ветеранов госбезопасности «Щит и меч» генерал-майор полиции Виктор Евгеньевич Бакулин. Спасибо. Спасибо. Добрый день всем. Вы знаете, когда началось это действие, прекрасное и красивое, я вспомнил в молодые годы, что ровно 42 года назад я на этой сцене стоял, молодым мальчиком, 17-летним, и участвовал в конкурсе о патриотической песне. После этого я через год призывался в воздушные санты и войска, где прослужил 2 года. Потом я прослужил 20 лет в комитете госбезопасности, ФСБ, и 11 лет последних возглавлял областную наркополицию. И вот последние 11 лет мы активно работали с казачеством, и если здесь присутствуют те участники наших мероприятий профилактических, я еще раз хочу сказать слова благодарности и выразить уважение и почтение всему казачеству. Спасибо. Любовь. Медали за заслуги в военно-патриотическом воспитании Ивановской области вручаются. Войсковому старшине Никонову Николаю Юрьевичу, казаку-наставнику казачьего конецского класса средней школы над аргентацией города Иваново, ветерану НФГ России, Сотнику Меликову Сергею Александровичу, адаману Кутарского казачьего общества, Новые Горки, главе Новогогоркинской сельской администрации Ивановского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Старшему мастеру Плачко Евгению Анатольевичу, адаману Кутарского казачьего общества, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Виктор Евгеньевич. И наше поздравление награждённым. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам также поступило поздравление Председателя Центрального Совета Общероссийского общественного движения Россия Православная Вячеслава Васильевича Оставчука. Уважаемые друзья, от имени Центрального Совета Общероссийского общественного движения Россия Православная сердечно приветствую и поздравляю вас с открытием Ивановского областного Центра казачьей культуры. Хочется выразить слова глубокой признательности всем, кто принимал участие в его создании. Трудно переоценить вклад казачества в истории становления и укрепления России. Защита рубежей, победоносные войны, партизанские отряды, неизгибаемые силы духа и исторически сложившиеся славы непобедимых казачьих войсках служили надёжной опорой для русских земель. Казаки всегда играли существенную роль в защите нашего Отечества, всегда были и отстаются ремнителями православной веры. Именно в казачестве преемственным сохраняется патриотизм, глубокая выцерковлённость, жертвенная готовность защищать наши ценности. Это особенно важно в наше непростое время. Когда идёт духовная брань, на первое место выходит задача духовно-нравственного возрождения, сохранения, укрепления наших исторических традиций. Отрадно осознавать, что Центр казачьей культуры может и должен стать той надёжной платформой, которая поможет решить задачу всестороннего, обстоятельного осмысления казачества как уникального явления в отечественной истории и современной общественно-политической жизни. От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов в служении нашему земному Отечеству, помощи Божьей во всех ваших благих начинаниях. Казаки Ивановской области не живут обособленно, ведь казачье братство не может быть разорвано большим расстоянием. К нам в регион часто приезжают казаки из других городов. И наоборот. Предлагаю вам посмотреть один из последних репортажей Ивановской казачки Яны Глушаевой на Международном фестивале казачьей культуры в городе Москва о том, чем же живут современные казаки. Седьмой международный фестиваль казачья станица прошел в городе Москва в Коломенском. Это единственное в своем роде мероприятие, которое наиболее масштабно и разносторонне представляет самобытную культуру и историю российского казачества. На горе стоял казак Он Богу валился За свободу, за народ Низко поклонился Каждую осень Москва становится центральной казачьей станицей, на которой масштабно и емко демонстрируется уникальное по красоте и содержанию общенациональное явление российская казачья культура. Проведение фестиваля это дань глубокого уважения к ценностям казачества и их высоким нравственным началам, к традициям воспитания семейности и беззаветной преданности к родине. Не трону, ты не беспокойся Для друзей казак просил, чтобы в начужбине стороною обошли Алшность и гордыня Чтобы жены дождались И отцы и дети Тех, кто ищет правду мать Да по белу свету Бойся, целаяся Ты меня не боишься Казачество это яркое явление в истории России Народность, объединение людей без которого невозможно представить сейчас прошлое нашей страны История казачества никогда не была легкой Казаки, являясь по большой части военным сословием и опорой российской государственности тем не менее на многие явления российской жизни имели свое мнение Что не могло не приводить к разногласиям а подчас и открытым противостоянием с официальной властью В годы гражданской войны на казачьи сословия были объявлены гонения что не могло не наложить свой отпечаток на дальнейшую историю Только сейчас казачество возрождается вспоминая собирая по крупинкам свои традиции обычаи восстанавливая то что было утеряно за многие годы Фестиваль дал возможность всем желающим поучаствовать в спортивных состязаниях по перетягиванию канат рубки с шашкой стрельбе из лука и многого другого тем самым возрождая интерес к традиционным видам спорта и досуга о бога просил коза правды для народа будет правда на земле будет и свобода ой ся ты ой ся ты ой ся ты меня не ой ся фестивале приняли участие представители из более чем 30 регионов культура казаков имеет много направлений но пожалуй многие согласятся со старой казачьей поговоркой казак без песни не казак нет ничего лиричнее и душевнее старой доброй казачьей песни встречайте на сцене лауреации российских конкурсов Алексей Юренко город Кинисма АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Полдень весенний река серебрица вышел из храма на ду Праздник престольный в казачьей станице мирный тренадцатый год пелевизор «Эфма» 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 «Убань река» «Убридка» «Ублень конца» Гулять пока, это не зима, это поле тупа. Всё отберут в казаха, ну а пока гуляй, ага. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гуляй пока, это не зима, это не зима, это не зима, все отберут, все отберут, а пока гуляй, аху! А у нас в гостях народный ансамбль танца «Родник», руководитель Галина Тарасова, поселок Лежнево. Встречайте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, какая смена у нас растет! Наша казачья, Люба нашей молодежи! Бурные аплодисменты! Люба! Что в отчизне славы ради На переднем рубеже Со смигалкой по казачьи Дать отпор любой беде? Пусть восславит твое имя Всенародная молва Будет памятью хранима Благородство казака! На сцене Марина Виноградова Город Комсомольск Не для меня придет весна! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С С mal am АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И сердце вечнее заблется С восторгом чувств не для тебя Не для тебя цветут заготовки В долине роща расцветает Там соловьи сму встречает Он будет петь не для тебя Не для тебя журчат ручьи И куда смазными руями Там льди в черными бровями Там льди в черными бровями Она растет не для тебя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Над рекой ветер свищет Над рекой ураган Что в степи казачка ищет Порошка густой бурьян Стонет сердце Стонет буря Конь пришел без седока Может здесь шальная пуля Погубила казака И перед вами композиция Черный город В исполнении народного коллектива Русь Руководитель Ирина Моева Город Фурманов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как говорится, талантливые люди, талантливые во всем. Таланты казаков песнями, конечно же, не ограничиваются. Кто-то из казаков отлично владеет шашкой, кто-то на хайке, а кто-то рифмой. И перед вами выступает член Российского Союза писателей, казачка, поэтесса, краевед, лауреант международных и всероссийских конкурсов Анна Александровна Гайдамак. Всем казакам, не вернувшись с фронтом Великой Отечественной войны, я посвящаю это стихотворение. В окопах перед боем спят бойцы, что снится им защитникам России? Быть может, жены, дети или отцы, или свидание с девушкой красивой, кому-то сладкий и звонкий сад, кому-то дом и мама на крылечках, кому-то милый незнакомый взгляд или радуга на деревенской речке. Сейчас над полем в рай тишина, еще синеют ромками за водки, но вот уже идет, спешит она, старуха смерть со старой медной дудкой. Она сыграет скоро свой мотив, и оборвутся сны воскресной дымки у тех, кто не допел, не долюбил, не дописал письмо любимой Зинки. О, сыновья моей родной страны, пусть ваши сны продлятся доли-доли, пусть не узнают ваши дети войны и горькой вдоль-доли, пусть вы останетесь опять в живых, пройди же смерть их тихо стороной. Пусть вас дождутся, милых и родных, с победой долгожданной весною. Спасибо. Женщины-казачки тоже не отстают от своих мужей. Храбрые, смелые, дадут фору многим солдатам-мужчинам, но их главное дело — это семья и домашний очаг. Все знают, что казачки самые верные избранницы. Сколько они не провожали на войну своих мужей, всегда ждали до последнего. Сейчас об этом нам расскажет образцовый театр моды Амира Стиль, руководитель Наталья Белоусова, город Комсомольск. Композиция «Наследие». Когда мы были на войне, И я, конечно, думать мог, Когда на трубочку глядел на голубой ее дымо. ПЕСНЯ 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 СПАПЕМЕНТ' ПЕСНЯ ПЕСНЯ Русь молодая, силы немедленно Дайте коням мне на добрый меч Радью пойдем на погоне ворота Русь молодая, сердцу дорога Дайте свободным селеть покатом Дайте коням мне на добрый меч Как у наших гады пришла беда Старая света была доста А вы не знали, где летали Жили, любили, детей отдали А вы не знали, где летали 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА